Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Причина смерти не обнародована по желанию семьи. Эндрю Беркл, как и его отец, работал продюсером. Он работал над фильмом «The Juice Man». Отметим, что отец погибшего Рональд Беркл, 67-летний предприниматель и филантроп, обладатель полутора миллиардов долларов, по информации журнала Forbes, владеет сетью супермаркетов, национальной хоккейной командой «Питтсбург Пингвинс» и является представителем направления и держателем контрольного пакета множества компаний. Альянс Энтертеймент, Голден Стейт Фудс, Доминикс, Фред Мейер, Ральфс и Фуд Фолес. В настоящий момент он входит в правление нефтедобывающих корпораций Occidental Petroleum Corporation, компании KB Home и интернет-ресурса Yahoo. Беркл также известен как продюсер, при участии которого созданы такие фильмы, как «Крадущийся тигр», «Затаившийся дракон», «Меч судьбы», «Маловита», «Август», «Графство осеин», «Тихая гавань» и другие. Стоит добавить, что накануне Рождества в своем доме в британском Беллифесте скончался актер «Игры престолов» Эндрю Данбар. Он играл в массовке и был дублером Алфи Аллен, сыгравшего Теона Грей Джоя. Об этом сообщает Миррор. Он также играл в британском сериале «По долгу службы» и работал диджием. Памела Смит, руководитель группы гримеров сериала «Игры престолов», сказала, «Даже среди тысяч статистов, которые прошли через толпу на престолов, Эндрю всегда выделялся. Вместе с этим его коллега и друг Энди Маклой рассказал, что все всегда хотели работать с Эндрю. В нем было что-то особенное. Люди всегда чувствовали себя хорошо рядом с ним. Счастливыми и восторженными, когда он был рядом, всегда было очень весело. Много людей планируют поехать на его похороны. Актеры, режиссеры, гримеры и многие другие. Все, кто встречался с Эндрю, любили его», – рассказал коллега. Он подчеркнул, что Данбар занимался многими делами, в частности, был гидом сериала.